Проходимости пищи между глоткой и пищеводом или желудкой. Очень важно попытаться восстановить проходимость по пищеводу методом бужирования. Итак, первый способ или первая попытка восстановить проходимость по пищеводу это бужирование пищевода. Расширение мест развития спаечного процесса. При неэффективности этого способа возникает необходимость осуществить гастростомию, наложить наружный свист желудка. Для того, чтобы имелась возможность кормить больного введением пищи в желудок через структу, через свищ. Для того, чтобы исключить атрофические изменения желудка, 12-перстной кишки, печени, желудочного пузыря, тонкой и толстой кишки. И одновременно вывести больного из тяжелого состояния гипопротеинами. И только после этого хирург имеет возможность приступить к пластике пищевода. Какой же материал используется для пластики пищевода? На современном этапе развития пищевода используется трубка, сформированная из большой кривизны желудка. Итак, для пластики пищевода используют желудок, большую кривизну желудка, из которой формируют трубку. Второй орган – это использование тонкой кишки, участка тонкой кишки на брежейке. И, наконец, использование толстой кишки. Вот три основных материала, которыми замещают утраченную функцию пищевода. Итак, желудок, трубка из большой кривизны, участок тонкой кишки или участок толстой кишки. Некоторые авторы предлагали использовать и иллиотекальный трубок. Впервые в мире властику пищевода, природе пищевода, пытался осуществить Цезарь Ру из Швейцарии. Но Ру не закончил эту операцию. У него не была выполнена третья часть этой операции. Не был соединен конец кишки с шейной частью пищевода. Больной погиб от явления раковой интоксикации. В 1907 году Петр Александрович Герцов, ученик Цезаря Ру, впервые в мире выполнил завершенную пластику пищевода тонкой кишкой. Итак, пластика пищевода тонкой кишкой по Герцову. Первый этап – формирование участка тонкой кишки и проведение тонкой кишки в область шеи. Существует три пути проведения тонкой кишки из брюшной полости в области шеи. Петр Александрович Герцов использовал антитаракальный способ, то есть в подкошном тоннеле грудной стенки. Кроме того, используется следующий метод проведения загрудинных, то есть ретро-стернальных и, наконец, проведения в заднем следостении. Но поскольку хирургия пищевода стояла у своих истоков у начала развития, Герцов использовал более простой путь – антитаракальный. Второй этап – наложение аностомоза между участком кишки и желудка. Продолжение следует...